здорово стратеги мы продолжаем проходить испытания суньзы и на очереди новые миссии которые добавлены были в последнем патче и мы поговорим сегодня об особых юнитах и бонусах юнитов друг против друга и на самом деле в этот раз инструкторы говорят вещи которые важнее чем то что буду рассказывать я поэтому внимательно слушайте что говорится во вступительном видео а также читайте подсказки которые выводятся на экран первая волна это сражение против скаутов и разумеется нам понадобится пики главная проблема сейчас будет это отследить чтобы пике не чтобы на одну пику и не приходилось слишком много скаутов иначе мы вот как например здесь ибо эту пику легко могли забрать и уничтожить при желании скаутами можно разбирать пике конечно же с потерями при таком соотношении но все-таки и этим даже опытные игроки пользуются теперь нам разумеется понадобится скирмиши изучите эту подсказочку она очень важно у нас есть пять скирмиши они же застрельщики против шести луков мы будем использовать сейчас особую тактику для которой нам потребуется горячая клавиша видите вот это вот команда стоп она прекращает полностью действие которое выполняет на данный момент юнит то есть если мы говорим ему идти нажимаем на эту кнопку он останавливается мы говорим ему идти куда-то если в его поле зрения есть враг то он тут же начинает стрелять этот юнит видите причем начинает стрелять по ближайшему противнику плюс к этому я сейчас стараюсь уворачиваться от вражеских стрел так как у врага нет баллистики то враг не может стрелять на упреждение а значит мои выстрелы настигают цель а его выстрелы нет его выстрела как правило идут мимо поэтому мы спокойно разбираем врага без особых потерь даже по хп против скирмешей так как скирмеши это очень узко направленный юнит здесь мы видим сразу две контры конечно же скауты это самое легкое но и менты тоже вполне эффективны при должность норовки я думаю можно даже с помощью пик их разобрать но мы выберем ментов потому что скаутами там вообще ничего интересного вы прибежали и даже кликать ничего не надо а вот менты ну могут возникнуть сложности давайте еще одну горячую клавишу сейчас разучим она тоже может быть полезно это патруль у меня она на клавишу q я посылаю юнитов на патруле что это значит как только в поле зрения врага нашего юнита появляется враг наши юниты идут в атаку при этом наши юниты распределяются равномерно по вражеским и бьют вражеских юнитов опять же равномерно то есть вы видите что спокойно даже менты разбирают на то что они довольно медленные этих этих юнитов и этих скидки и дальше спокойно идут по своим ментовским делом сейчас мы будем использовать конечно же лучников потому что на мой взгляд скауты и менты они конечно хороши но скорее всего не сработают здесь в сражениях один на один против вражеских ментов поэтому мы будем использовать тактику hit and run а и для этого будем применять наших лучников и так бензим их на клавишу да за счет холмов здесь ничего не сможем сделать скорее всего точнее сможем но немного сразу подведем бой убегаем потому что сейчас мы наоборот будем воевать под холмом это нам невыгодно и надо бежать и разбирать юнитов да вот здесь прям пришлось запариться чтобы побегать чтобы вернуться возможно скаутами и ментами удалось бы там победить легче напишите в комментариях получалось ли у вас когда такое или нет но а здесь у нас пике и и мы можем выбрать либо ментов либо лучников чтобы против них противостоять и чтобы их победить думаю что менты здесь для разнообразия будут самое то погнали да погнали так 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 в принципе здесь лучниками можно было встать вот на этом броде и ловить вражеских пик такой купик очень маленький урон то мы спокойных разбираем был только чуть-чуть подмиграть был не потеряли одного юнита и спокойно убили пока в этот раз мы можем взять два типа юнитов и думаю это будут против вражеских пик лучники и против вражеских скирмишей менты хотя по факту можно было бы взять два раза ментов есть такое нам давали так и так теперь главное не подставиться лучниками под скирмишей а в остальном все в порядке сейчас затащим так 5 лучников у нас займут холм им бы хорошо на самом деле зафокусе побольше пик на старте что мы и делаем уводим пробитых юнитов и здесь добиваем вот и все победа и при этом потерь никаких мы не понесли разумеется здесь можно было по-разному одерживать вверх можно было бы использовать разных юнитов некоторых моментах но мне кажется что получилось вполне неплохо на сегодня это все удачи в мультиплеере и не только